Совет региональных местных властей и сообществ является не просто брендом Ульяновской области. Масштабное мероприятие давно вышло на федеральный уровень за счет того, что на Совете традиционно поднимаются наиболее актуальные проблемы местного самоуправления всех субъектов страны. В Ульяновске состоялась 19-я по счету сессия. Эксперты главы муниципалитетов в этом году пытались определить роль органов местного самоуправления в общей системе государственной и публичной власти. Когда с ног на голову переворачивается история с реализацией полномочий, мы, к сожалению, видим это в очень многих сферах и через это выхолощивается, по сути дела, институт местного самоуправления. Вместо того, чтобы решать проблемы жителей, мы заставляем органы местного самоуправления заниматься пустым бумаготворчеством, отписками. О том, что органы местного самоуправления давно нуждаются в серьезной корректировке реформирования, неоднократно говорил и сам президент Владимир Путин. На одной из площадок подвели предварительные итоги реализации нацпроектов в регионах. Многие отметили, что в целом непонятна роль муниципалитетов в реализации 12 стратегических задач. Если мы говорим про национальные проекты, то мы должны понять вместо органов местного самоуправления, как они будут их реализовывать. Если федеральный уровень понятно, региональный понятно, опять же на местном, на местах это тоже не совсем понятно. При заключении каких-то контрактов по 44-му федеральному закону в муниципалитетах отсутствуют специалисты, которые конкретно разбираются в этой теме, которые курируют эту тему. И счетной палатой было отражено, что при заключении этих контрактов специалисты должны именно это фиксировать, проверять, насколько это нужно, насколько это действительно необходимо. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету финансовым рынком Сергей Рябухин акцентирует внимание на другой проблеме в части реализации нацпроектов. Связана она с недостаточным и несвоевременным финансированием регионов. Эта претензия, со слов Рябухина, доведена до кабинета министров страны. Надо было, во-первых, скоординировать показатели национальных на федеральном уровне и на региональном. То есть такая декомпозиция должна была произойти, вот этот процесс затянулся, неоправданно затянулся. Во-вторых, сбои по срокам финансирования. Обширно обсуждалась на круглых столах Совета система обращения с ТКО, получившая в Ульяновской области название реформы чистоты. И снова во главе угла деньги и неучтенные на федеральном уровне интересы муниципалитетов. Опять упираемся в деньги, будь то создание самих контейнерных площадок, обустройство их, будь то ликвидации мест, не санкционировать наших площадок, которые полно на территории нашей всех почти муниципальных образований. Федеральных экспертов настораживает еще и тот факт, что 1,5 часть Ульяновской области до сих пор не перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Хорошо, что Ульяновская область подготовила новую территориальную схему. Она на днях была утверждена. Мы территориальную схему обязательно обновленную рассмотрим и изучим, потому что к предыдущей территориальной схеме у нас были вопросы. Хедлайнером 19-й сессии стала тема контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления. Обширно вопрос обсуждали на пленарном заседании. Губернатор Ульяновской области выразил мнение, что эта деятельность должна быть современной, рискориентированной и доброжелательной. Никому не нужны проверки ради проверок. Еще раз говорю, понимала, что в конце по результатам проверки должно выходить не штрафы в миллионы рублей, не желание кого-то напугать своей репрессивной машиной, а прежде всего, конечно, позволяло выявить причины, условия, которые способствовали появлению того или иного нарушения и помогало устранить эти нарушения, чтобы их больше не было. Сергей Морозов принял ряд решений, одни из которых просил вынести на федеральный уровень, а другие решения должны найти применение непосредственно в регионе уже в ближайшее время. Так, вступившись за местную власть в часть ее неспособности решать многие проблемы одним щелчком, губернатор инициировал внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Следует при решении дела об административных правонарушениях обязательно устанавливать, во-первых, факт наличия своевременного обращения органов местного самоуправления с предложением о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий, ну и, во-вторых, факт выделения или не выделения бюджетных средств на рассматриваемые в деле об административном правонарушении цели. В части недостаточного финансирования муниципалитетов Морозов также просил подготовить предложение от региона и предоставить его правительству и федеральному собранию. Этот вопрос при всех наших стараниях и на федеральном региональном уровне пока не решен. На последнем заседании Совета при президенте по развитии местного самоуправления в Кирове было отмечено, что дальнейшее укрепление экономической и финансовой базы муниципалитетов и их бюджетной самостоятельности один из приоритетов нашей государственной политики в сфере развития муниципалитетов является как раз решение этой очень злободневной проблемы. На местном уровне Морозов дал поручение разработать доктрину развития муниципальных образований и региональную стратегию развития органов местного самоуправления. Субтитры создавал DimaTorzok